Когда я был ребенком, моя мама молилась за меня и говорила «Карим, пусть мои глаза увидят тебя однажды лидером, пришедшим с победой ради Ислама или лидером, вернувшимся мертвым». В Коране мы воспитываемся в двух убеждениях. Первое, ты должен отдать свою жизнь Богу. Второе, ты должен уничтожить евреев и христиан. Я учил на память Коран, я учил на память Сунну, я исполнял все обязанности, которые мусульмане должны исполнять каждый день. Моя ежедневная жизнь всегда была построена и вращалась вокруг Ислама. Я мечтал о том дне, пока у меня не появилась эта фантастическая возможность, когда американцы напали на Ирак. 2002-2003 год, это было большое сражение. И я сказал себе, вот тот момент, когда я отдам свою жизнь Богу. Я мечтал о телефонном звонке, о том, что этот человек поможет мне уехать и сражаться с неверными. И этот звонок состоялся. В тот день, этот человек сказал мне, «Прости, Карим, операция была отменена. Пока». Этот звонок, этот очень печальный звонок, самая плохая новость, которую я когда-либо получал в своей жизни. Я был разочарован, я был очень разочарован. Мне казалось, что я потерял все. Казалось, что я отвергнут самим Богом. «Бог отверг меня». В исламе верят, что люди, которые отдают свою жизнь Богу, мученики. Их сам Бог призывает по имени. Потому что касается меня, я не был призван. После всех молитв, после всех постов, после всего, что я сделал, я не призванный. Это катастрофа. Я начал пропадать. Я не посещал встречи, как раньше. Один из лидеров позвонил мне и сказал, «Мне нужно знать, что случилось, Карим. Я хочу встретиться с тобой». Я пришел на встречу с ним, и тогда он сказал мне, «Карим, почему ты так опечален?» Я сказал, «Бог не избрал меня для смерти». И этот человек произнес пророчество, как я верю. Он сказал, «Может быть, потому что он избрал тебя для жизни?» Я спросил его, что мне теперь делать. И он сказал, «Тебе нужно проповедовать ислам». Я начал проповедовать его, как никогда ранее. Я был везде, даже на телевидении. В первые дни я очень старался ради ислама. Но проблема была в том, что я не был удовлетворен. Чего-то постоянно не хватало. Знаете, чего-то не было. Это была моя первая проблема, потому что, когда я начал учиться у мусульманских апологетов, 80% того, что они говорили, было о христианах. Посмотрите, как они одеваются, посмотрите, они без хиджабов, посмотрите, что они говорят. Только 20% — о христианстве. И эти 20% — это было нечестно с академической точки зрения. Потому что если вы хотите столковать какой-то стих из Корана, вам нужно сделать очень много. Нужно прочитать рассуждения, нужно прочитать комментаторов, нужно иметь базовые знания о том, как толковать. Но когда он толковал Библию, он просто говорил, «Посмотрите, здесь Иисус говорит то и это». Это слишком очевидно, чтобы быть правдой. Слишком очевидно. Я сказал сам себе, «Окей, теперь мне нужно то, что я назову христианской скрижалью». Другими словами, я хотел краткое изложение веры, как доктрины. «Скажите мне доктрины. Мы верим в первое, второе, третье, четвертое, чтобы определить, что ложь, что просто сделать. И затем мы проповедуем этим христианам, мы делаем это в отношении них осознанно». Я попытался, я искал вокруг. Мне было очень сложно найти что-то, что я мог бы понять или постичь, пока я не начал чувствовать разочарование. Через много недель я начал говорить с Богом следующим образом. «Боже, ты не хочешь мне в этом помочь? Мне нужна помощь». Пока однажды, когда я сидел за компьютером, не появилась Dial-Up реклама. Ну, знаете, во время Dial-Up, до того, как появился Wi-Fi, и там было написано, «Ты любишь Аллаха?» Я кликнул на эту рекламу. Я думал, что это мусульманский веб-сайт, потому что было написано «Аллах». Ну, знаете, «Аллах» — это мусульманское слово. Но я обнаружил, что это христианский веб-сайт. Там рассказывалось от бытия до того, как Иисус пришел на землю и воскрес, проходя по всем главным пророкам Библии, таким как Ной, Авраам. Это было настолько удивительно, что впервые в жизни я посмотрел и сказал, «Может быть, мы ошибаемся». Это нечто, чего просто не может сказать Салафит. Но, возможно, мы ошибаемся. Но кто сказал, что Бог существует? И я начал понимать, что у меня нет никаких доказательств ни для чего. У меня нет доказательств для Ислама, нет доказательств, достаточно доказательств для самого Бога. Это привело меня к атеизму. И когда я был атеистом, я делал все, что вы только можете себе представить. И затем я очень устал, потому что я начал понимать, что атеизм — это не альтернатива. И внутри себя я чувствовал, что Бог существует. Я вел себя с собой так, будто существует Бог, с которым я говорю внутри себя. Пока однажды мне не надоело. Я вернулся домой, было много проблем, много вещей, с которыми я сам не мог справиться. Я посмотрел на небо и сказал, «Знаешь что? Ты слишком большой для меня». «Я не могу найти тебя». «Пожалуйста, сделай что-то». «Я слишком мал для тебя. Просто сделай что-то и найди меня. Это же не сложно для тебя, если ты существуешь». В ту ночь я уснул и в своем сне я увидел, что я бегу по очень длинной дороге. Меня преследует множество ветвей с шипами. Они хотят убить меня. И в конце дороги был человек, которого я не узнал. И я закричал, «Пожалуйста, помоги мне, сделай что-то». Он просто протянул свою руку, положил ее мне на плечо и притянул меня к себе. И как только он посмотрел на меня, я понял, что это Иисус Христос. Он посмотрел глубоко в мои глаза и сказал, «Пришло твое время следовать за мной». Я проснулся и сказал себе, «Окей, это была галлюцинация. Это галлюцинация. Я думаю, это неправда. Зачем Иисусу приходить ко мне?» Но на следующую ночь мне приснился тот же сон с теми же деталями. Я посмотрел на небо, на небеса, как только проснулся и сказал, «Знаешь что, это не шутка». Я бросаю тебе вызов. Приди ко мне еще один раз во сне с теми же деталями, иначе я больше и не подумаю о тебе. Я думал, что он никогда не придет. Но он пришел. И на этот раз он посмотрел глубоко в мои глаза и сказал, «Разве я не сказал тебе? Разве я не сказал тебе, что пришло твое время следовать за мной? Я проснулся, хотя и не мог поверить, что это правда. Я не мог поверить, что Бог настолько любящий, Бог настолько удивительный, Бог настолько открытый. Ему было все равно, что я бросил ему вызов. Он не считал, что на него напали, что его обидели. У него было вот такое чувство, «Я люблю этого парня, и я желаю его». Поэтому он просто пришел ко мне. Я не проснулся христианином, но я проснулся человеком, ищущим истину и знающим одно, что этот Иисус Христос больше, чем пророк, что этот Иисус Христос не тот, кем мы его себе представляем. Мне повезло найти человека, который помог мне с этим. И через три года я принял крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа. И суть в том, что с тех пор, как я принял крещение, все начало меняться. Каждый взгляд начал меняться. Я начал видеть людей по-другому. Впервые в жизни я начал понимать, что я могу любить других безусловно. Мы поехали в некую другую страну из-за преследований, которые мы переживали. И для нас это было нелегко. Но то, что произошло за границей, настолько уникально. Я получил приглашение от одной ассоциации, которая работает в синагоге. Я принял это приглашение. И я впервые вошел в один из зала в синагоге. Меня пригласили быть ведущим спикером на одном из мероприятий, чтобы рассказать мое свидетельство о том, что со мной произошло. Так я сказал им, впервые я могу сказать вам, что Бог исцелил меня. И я могу сказать, что я люблю вас. Я люблю вас. Бог есть любовь. И Он помещает Свою любовь в наши сердца. Он вкладывает Свою любовь в наши сердца. И это то, чему мы учимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok